Всем огромный привет! Меня зовут Таня, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня в лучах такого замечательного зимнего солнышка. Солнышко выглянуло сегодня впервые, наверное, за последние недели две. Мы с вами будем краситься и будем делать макияж с использованием бюджетной косметики. Поэтому, если вам интересно, что же получится у меня за макияж, то приглашаю вас к просмотру. Итак, начнем. Брови у меня вчера буквально были окрашены, поэтому тратить время на их оформление мне уже не нужно. И начну я именно с макияжа глаз, потому что знаю, что тени могут осыпаться немножечко под глаза, и чтобы в дальнейшем уже не поправлять тон, то начну именно с глаз. Использовать сегодня я буду палеточку от Makeup Revolution Iconic 3. Вот такая вот палитра здесь оттеночков. Как мне кажется, оттенки все очень универсальные. Стоит она в районе 500 рублей, но здесь 12 оттенков. И вполне за такое количество теней это довольно маленькая цена. Просто дешевле чего-то, если честно, я у себя не нашла. Есть еще палетки от Essence, которые стоят где-то 350, тоже 400 рублей. Но если выбирать между Essence и все-таки Makeup Revolution, выберу я именно эту палетку. И сейчас что-нибудь будем здесь соображать. Наверное, сначала я возьму вот такой вот оттеночек и нанесу его в складку века. Использую я для этого вот такую вот пушистенькую кисточку. У меня это наборчик кистей с Алиэкспресс. И я, в принципе, очень довольна. Заказывала я довольно много там вариантов различных кисточек. Были и не очень удачные варианты, но это было еще в то время, когда я не очень разбиралась, обращала внимание на каких-то продавцов, которые там есть. Поэтому нашла для себя какие-то более подходящие варианты. Оттенок в складку века я нанесла. И далее непосредственно буду переходить к нанесению другого оттеночка. Сейчас я вам покажу. Хочу на все подвижное веко нанести вот такой вот оттенок. Тени, кстати, пылят при наборе и при нанесении на веки. Но этим грешат, мне кажется, довольно многие марки, даже более дорогие. Вот видите, да, оно все усыпается, но это мы все потом поправим. Плюс еще здесь кисточка такая у меня, пушистенькая. Кстати, насчет базы под тени. Редко я пользуюсь, потому что, в принципе, у меня веки не жирные, никакие-то не проблемные. У меня довольно хорошо все держится. Но из таких бюджетных баз могу посоветовать базу от Artvisage Colorfix, по-моему, она называется. Она такая беленькая, но при нанесении на веки она становится прозрачной. В принципе, не сушит веки, не жирнит и тоже довольно неплохо, кстати, на себе держит пигмент. Дальше я возьму, наверное, уже вот такую вот кисточку плоскую и буду наносить какой-нибудь шиммерный оттенок в уголочек глаза, для того, чтобы придать немножко макияжу объема. Ну, наверное, выберем соседний оттеночек. Итак, с нанесением на верхнее, да, на подвижное веко тени я закончила. Сейчас обязательно нужно продублировать оттенки на нижнем веке, так макияж будет смотреться более законченным. Значит, смотрите, да, на одном глазике я уже сделала. Сейчас буду выполнять то же самое на другом. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы не замазывать еще и внизу все свои мешки под глазами. Вообще, если честно, я довольно долго не оформляла нижний веко никогда. Но, хотя я знала, что так нужно делать, вот мне на курсах об этом говорили, но все-таки макияж действительно выглядит более полно, более красиво, когда и нижнее веко тоже оформлено. Итак, с нанесением теней я закончила. Буду переходить к следующему шагу. Сегодня буду рисовать стрелки. Так, в качестве бюджетной подводки могу вам посоветовать вот такую вот подводочку от Evelyn. Вообще, большинство этих продуктов я уже советовала в своем видео о бюджетных фаворитах. Если вы его еще не смотрели, то оставлю вам ссылочку. Обязательно переходите, тоже смотрите. Подводочка мне тоже очень понравилась. Это бренд Evelyn, довольно бюджетный, продается практически в любом косметическом магазине. И я думаю, что поклонников у него все-таки много. Ну что же, приступаю к стрелочкам. Со стрелками я закончила. Я специально не стала записывать весь процесс, потому что нарисовать ровные стрелки это довольно сложно. И не всегда получается с первого раза. Но сегодня все прошло успешно. Стрелки нарисованы. И теперь приступаю к туши для ресниц. Здесь у меня тоже опять-таки будет тушь от Evelyn. Она называется Big Volume Cat Eyes. Значит, это взгляд кошки. Значит, тушь сама по себе хорошая. Формула у нее классная. Но у меня такие небольшие вопросы к щеточке. Посмотрите, вот этот вот ершик на конце. По моему мнению, он немножко лишний. Потому что он все-таки пачкает века при нанесении. Но сегодня у меня нарисована стрелка. И поэтому, в принципе, не должно быть так видно. Даже если что-то испачкается. Потому что, как правило, пачкается именно вот там. Не только, да, сама вот эта линия роста ресничек. Но и как раз-таки примерно в том месте, где нарисована стрелочка. Ну что же, сейчас мы будем с красивыми ресничками. В процессе нанесения туши случилась как раз-таки та ситуация, о которой я и говорила. Но я уже поправила верхнее веко. Чуть-чуть в районе теней запачкалась. С макияжем глаз я закончила полностью. Тушь, кстати, нанесена у меня всего лишь в один слой. И действительно, эффект от нее потрясающий. Мне очень нравится. Несмотря на то, что щеточка у нее такая довольно спорная. И теперь будем переходить к макияжу лица. Значит, базой под макияж я тоже сегодня пользоваться не буду. Хотя в последнее время очень полюбила различные сияющие базы. Это и арт-визаж. И иногда даже нравится наносить блюр-крем от Мексит. Тоже так здорово довольно подсвечивает кожу. Но у меня сегодня будет вот такой вот биби-крем от Белиты. Он сам по себе дает довольно влажный финиш. Такой довольно сияющий. Поэтому сияющая база под такой, да, сияющий крем вряд ли будет красиво смотреться. Что могу сказать на тему этого биби-крема? Тоже о нем рассказывала в бюджетных фаворитах. Очень классный. Вот стоит он 100 рублей, но работает просто классно. Но скажу, что подойдет он молодым девушкам, которых нет проблем с кожей. Потому что ничего серьезного он, естественно, же не перекроет. Наносить я буду его вот таким вот влажным спонжиком. У меня это а-ля бьюти-блендер от Бьюти Бар. Стоит, по-моему, в районе 350 рублей. Вот. Ну, тоже мне нравится. У меня оригинального блендера никогда не было. То есть стоит он на порядок дороже. Раз в пять, наверное. Ну, мне так кажется. Ну, в принципе, мне и большего не нужно. Меня устраивает этот. Может показаться изначально, что данный биби-крем, он серый. Но с кожи сливается он потрясающе. Мне нравится, что он выравнивает тон, не сушит, наоборот, даже увлажняет. Ну, опять-таки, вот этот вот влажный финиш понравится не всем. То есть у тех, у кого жирная кожа, вряд ли будут рады. Потому что она будет сиять. Это именно не жирный блеск. То есть такая кожа прям, ну, действительно юношеская. Не зря он называется Янг. Да, это серия для молодых. Поэтому вот довольно быстро. То есть даже когда не хочется краситься, хочется просто ровный тон кожи, я могу его нанести. И, в общем-то, все. Вот последние штрихи при растушевке. Вот и все. То есть буквально прошла минута, и сразу, собственно, в зеркале становится другой человек. И сейчас я буду наносить консилер. Как таковых у меня каких-то на лице неровностей там несовершенств нету. Но все-таки нужно выровнять зону под глазами. У меня вот здесь вот во внутренних уголках глаз очень такая выраженная вот эта вот сеточка. Да, сосудики близко расположены. И это нужно скрывать. Буду использовать вот такой вот консилер от NYX. Его я покупала всего лишь за 275 рублей. Поэтому как же его не отнести к бюджетным каким-то фаворитам тоже. Вообще, по-моему, без скидок он стоит где-то 530 рублей. Вот. Ну, что, в принципе, тоже не очень дорого. Но на скидках, опять-таки, вот, собственно, как и Artvisage, и знаменитый вот этот вот цветоотражающий консилер, который мне тоже нравится, стоит. Поэтому давайте будем наносить. Вот он кажется, что он желтый, правда? Но он действительно кажется желтым. Но сейчас он замечательно подстроится под кожу. Все в нем хорошо, в принципе, перекрывает он тоже здорово. Но если его обильно нанести, он может все-таки забиться в морщинки. Ну, вот, мне кажется, что эффект просто вау. Сейчас у меня еще не так все плохо. То есть как-то я сегодня более-менее выспалась. Но все равно нужно это все прикрыть. И вот о чем я и говорила. То есть желтизны никакой нет. То он не окисляется. Хотя я слышала от многих, что он не окисляется. И как-то, в общем, не очень маскирует. Но здесь все настолько индивидуально, что все мы с вами знаем. Нет ничего такого универсального и того, что бы подходило каждому человеку. Итак, в общем-то, все. Здесь немножечко крылья носа пройдусь. Тут какая-то краснота у меня была. Поэтому у меня проблем с кожей нету. И, собственно, макияж лица занимает не так много времени. Итак, сейчас, наверное, давайте я воспользуюсь скульптором. Буду сегодня использовать вот такой вот от Luxe Visage. Довольно популярный, бюджетный. У меня он в первом оттенке. По-моему, говорят, что самый универсальный – это третий. Но его пока не пробовала. Для нанесения буду использовать вот такую вот кисточку от Parise. Вот это, кстати, стоит, по-моему, рублей 250. Я покупала, если я не ошибаюсь. И будем сейчас наносить его. Очень мне нравится. Вообще, я очень позитивно отношусь к белорусской косметике. Потому что за свою бюджетную стоимость, вот кисточки лезут в волоски, у них довольно неплохие продукты. Потому что, конечно, очень много обещаний. Вот если вы возьмете любую упаковку белорусской косметики, неважно, уходовая. Ну, на уходовой они очень любят, конечно, писать. Какие-то прям оды там 25 в одном и так далее. Ну, по факту, это просто очень-очень хороший, бывает зачастую, уход. Ну, про косметику тоже про все не скажу. Потому что мало чего пробовала. Но, опять-таки. Так, сегодня еще мне почему-то захотелось нанести румяна. Хотя я редко это делаю. Даже несмотря на то, что на улице сегодня подморозила. Буду использовать вот такие вот румяшки от Lamelle. Стоят они, по-моему, в районе 170 рублей. У меня первый оттенок. Они вот такие вот. Покупала я, наверное, их год назад. Но они, кстати, очень пигментированы за свою стоимость. Они прям очень. Вот видите, если переборщить, то можно из себя сделать очень даже. Вот я, смотрите, на руку стряхнула. И тут прям осыпалось довольно много. Сейчас вот я, если я растушую, ну, не видно уже на руке здесь. И давайте немножечко подчеркнем. Ну вот, видите, сразу начинает заметен быть пигмент на коже. То есть его важно хорошенечко так растушевать. Вот на лице появился уже румянец. Лицо стало сразу немножечко поживее. И сейчас будем переходить к следующему шагу. Буду я использовать хайлайтер. Здесь у меня тоже будет марка Lamelle. Вот такой вот хайлайтер. Жидкий у них. Многие сравнивают его с L'Oreal. L'Oreal не пробовала, но стоит он... Слушайте, я посмотрела на 600 рублей. Этот стоит 200. Ну, то есть как бы разница на лицо. С ним нужно быть очень аккуратным. Я, наверное, даже сейчас попробую воспользоваться бьюти-блендером, чтобы его растушевать. Потому что тушевать его нужно быстро. Он... Да, бьюти-блендером не очень, если честно. Будем пальчиками. Потому что он застывает очень быстро. И нужно, чтобы не осталось пятен. Иначе будет вообще некрасиво. Ну, вот, быстро-быстро-быстро это все делаем. Вот, чтобы не было никаких границ сюда добавлю. Потому что вот он, конечно, очень жидкий. Смотрите, прям сам вылезает отсюда. Вот. Все. Больше не буду наносить, потому что боюсь, что переборщу. Остатки с пальца нанесу бы сюда. И больше я как-то никуда консилер не ношу. Ну, красиво, правда? Прям очень здорово. И на пальчики тоже вот еще осталось прям. У него такое жемчужное сияние. Этот идет с розовым оттенком у меня. Также у них есть еще оттенок шампанского. И осталось самое последнее. Мне осталось накрасить губы. Вот. Сейчас я вам покажу вот такого малыша от Vivienne Sablo. Это карандашик. Их знаменитые карандашики. Стоят они, по-моему, в районе 150 рублей. Сейчас это 202 оттенок. Я его просто обожаю. Если я не знаю, чем я хочу накрасить губы, то в ход идет именно вот этот вот карандашик. Я его наношу полностью на всю поверхность губ вместо карандаша. Теперь я с уверенностью могу сказать, что мой макияж закончен. И результат мне невероятно нравится. Спасибо вам всем огромное за просмотр. Увидимся в новых видео. Пока-пока!